Уважаемые друзья, приветствую вас на своем канале Недвижка. Я решил сделать дополнительный новостной блог, в котором мы будем обсуждать последние события и изменения в нашем законодательстве. Итак, сегодня в выпуске. Мишустин поручил выплатить новые пособия на детей до 17 августа. В Госдуму внесен законопроект о ежемесячной выплате гражданам по 10 тысяч рублей. ЖКХ, ударные же пенсии. И собственников земельных участков найдут и внесут их данные в ЕГРН. С вами, как всегда, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Горсакин. Поехали! Итак, собственников земельных участков найдут и внесут их данные в ЕГРН. С 29 июня 2021 года вступают в силу изменения в закон о регистрации недвижимости и отдельные законодательные акты в связи с установлением процедуры выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Органы исполнительной власти будут проводить на территориях своих муниципальных образований мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными объектами. Поиски правообладателей направлены на то, чтобы сведения о них были внесены в ЕГРН. Это касается тех владельцев земельных участков, которые имеют на свое имущество свидетельство старого образца, полученные до 1998 года, и у которых права на такие объекты недвижимости подтверждаются указанными документами, не зарегистрированные в ЕГРН. Мишустин поручил выплатить новые пособия на детей до 17 августа. Эту так называемую новую путинскую выплату в размере 10 тысяч рублей выплатят до 17 августа. Такой крайний срок выплаты озвучил Михаил Мишустин. Более того, выплату в 10 тысяч рублей хотят сделать ежегодной. На нее вправе рассчитывать семьи, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. В Госдуму внесут законопроект о ежемесячной выплате гражданам по 10 тысяч рублей. Справедливая Россия этим летом внесет в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе ежемесячный выплат населению в размере 10 тысяч рублей. Заявил председатель партии Сергей Миронов. Они говорят о сумме, которая может покрыть основные потребности человека. Это, конечно же, одежда, еда, ЖКХ и так далее. ЖКХ. Удар ниже пенсии. Сферу жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году ждут серьезные изменения, которые не понравятся многим пенсионерам. Для начала малоприятная новость. Минстрой подготовил законопроект о доступе организаций ЖКХ к персональным данным россиян, чтобы они могли легко и непринужденно взыскивать долги за коммунальные услуги через суд. Вы, наверное, замечали, при оплате услуг ЖКХ в личных кабинетах разных ресурсных организаций вас просят ввести номер СНИЛС. Не вводите свой номер СНИЛС. Ведь для того, чтобы человека засудить, то есть инициировать производство в виде судебного приказа, в иске нужно указать паспортные данные должника, либо его ННН или СНИЛС. А у КА и у прочих организаций актуальные данные есть не всегда. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!